Привет, это контрабака Полизака и мы продолжаем. Наконец-то игруха вышла. Начало там все такое же, как в прологе. Если кто не смотрел пролог, то в конце этого ролика будет оставлен на него плейлист. Целый там 4 серии, если не 5 по-моему даже. Начало такое же абсолютно и вот кое-что здесь поменялось. В трудовом лагере, то есть мы сюда уже конкретно заезжаем. В прологе этого не было. И я начинаю именно отсюда, где есть какие-то большие изменения. Значит, трудовой лагерь это что-то типа шахты, где трудятся зэки. Вон они там копают, добывают руду какую-то. Я сюда уже привез парочку. Нужно их отгрузить. Я сейчас тебе покажу. Я тут привез контрабанду. Вот смотри, сейчас тебе покажу. Вон тут кокаинома, оружие, топор. Ну топор это мой. Вот они сидят, грустят. Один панк, другой бородач. Сдать их нужно вот этому чувачку. Он найдет им применение. Здорово, сержант. Забирай, значит, моих заключенных. Отлично. Нам всегда нужны новые пары рабочих рук. Я за них даже бабосики получил. Думаю, что пора уже залезать, включать фонари, доехать. Где у нас тут фары? О, а то уже темнеет, блин, капец. Выезжаем. Открывай ворота. Я поехал. Все, до встречи. Еще парочку вам заключенных скоро привезу, наверное. Так. Ой, елки. Не вписался в поворот. Че-то разбил. Машину закотил. Ну ничего, у меня там есть механику, вам починить. Не страшно, не страшно. Давай посмотрим, где у нас магазин у Влада. Значит, нам сейчас надо налево ехать через туннель. И главное, ни в кого в этом туннеле не въехать. А то тут на поворотах так эти водятлы носятся. Это просто ужас. А вот и инструменты у Влада. Нам, походу, вон туда надо заезжать. Какая у него там тачка. Слушай, хотя они... А, он открыл, открыл. Прикольно. Здорово, Владян. Заехать, что ли, не могу? Вот, заезжаем аккуратненько. Я тут выйду, у меня прижалась. Ну, так себе. Черт. Сложности. Блин, Владян, у тебя тут не вылезти. Сейчас я задний ход сдам. Открывай двери. Блин, там меня, походу, заперли. Не видно ни черта. Где эти? Я в западне, походу. Черт подери. Ладно, давай так. Э, Владяо. Открывай. Блин. Я, походу, тачку так просрал. О, наконец-то. Фух, я думал, все, капец. Тачку просрал, коповскую. Да еще и пешком обратно драпать. А это, капец-ка, далеко. А вот и Владяо сидит тут, покуривает. Негодник. Пойдем-ка с ним поболтаем. Э, Владяо. О, у меня есть топор. А, нет, ножик. Есть что? А, это гражданин обычный. Я его хотел напугать ножичком. Но я же в форме еще не могу. О, так это ты, новый начальник поста. Да, это я. Мне нужно купить инструменты. Хотя у меня все есть, но вот топор у меня немножечко пострадал. Продал пистолет. Вот, я бы пистолет, наверное, купил. 250, 250 есть. Давай купим пистолет. Два ствола купил. Зачем два ствола-то? Один продай. Один продай. Блин, ну капец. Одно расстройство на день. Я просто хотел на оставшиеся деньги дом себе апгрейдить. Дело в том, что в прологе этого не было. А тут теперь нам дали домик, в котором мы живем. И его можно апгрейдживать. И жить. И чем лучше дом, тем больше восстанавливается сила. А силы нам нужны для нахождения всякой контрабанды. Все, мне теперь нужно ехать обратно в отдел полиции. Меня там заждались. Погнали. Ты да кто такой? Ничертаж себе. Ты что офигел? Ты что? А ну вышел с тачки. Вышел с тачки, я говорю. Эй, эй, эй. Ты меня с собой что ли забрал? Я, кажется, нюхаю твой зад. Стой, подожди. Выпусти меня отсюда. Выпусти. Капец. Капец. Я под колесами. Что за дерьмище происходит вообще? Да что ж за день-то такой дерьмучий. Я тебе сейчас колеса попротыкаю. Вот так вот колесо проткнули. Езжай уже отсюда, а. Езжай, езжай, толкай. Толкай мою тачку и езжай. Мне надо как-то отсюда выбраться. Черт подери. Я, походу, отсюда уже не выберусь. Стой, стой, стой. О, на, слава богу. О, слава богу. Нафиг его. Не буду я его больше вытаскивать. А то он меня опять задавит. Своей колесницей демонической. Поехали лучше. Поехали. Смотри, там уже пробка образовалась. Ну и денек, а. Еще и лобаш разбил. Ну ничего, механик починить. Ничего страшного. Ну, вроде бы приехали. Вроде бы это... А, нет, стой, не приехали. Это отдел полиции. Да, твою ж налево. Ну, какого лешего вообще происходит? Добрый день. Мне надо вам кокаином разбагать. У вас тут достаточно много товара. Приветики. О, вот этот чувак мне нужен. Нужно с офицером поговорить. Набоковым. Набоковым, ты что там дрыхнешь, что ли? Прием. Как дела? Все, контрабанд. 140 долларов получили. Отлично. Садитесь в машину и отправляйтесь назад по Грандпост. Едем туда. Задний ход, надеюсь, мне в этот раз поможет норм... А, тут не видно ж, не черта. По зеркалам, по зер... А, подожди, а что я, давай вперед проеду. Вперед проеду и тут развернусь. И все. Че морочиться? Вот так вот. Тут так и задумано, мне кажется. Выпускай меня. Эу. Все, погнали. Тапок в пол и на Багранд заставу. Давай мы включим мигалку, чтобы быстрее было. Съезжай с дороги. Пограничник спешит на работу. Ну, в данном случае это называется превышение полномочий моих, поэтому... Надеюсь, меня за это не посадят. Тут, кстати, одного уже пограничника посадили, когда я только начинал играть. За взятничество. Ну, все, я прибыл. Вот механик наш. Сейчас припаркуемся. Главное, никого не сбить тут. А то механик у меня тут один-единственный. Слушай, дружище, можешь починить тачку? Сколько это будет стоить? А, ремонт. Минус 50 долларов. Ну, давай, чини. Чини. Фух. Тачку починили. Минус 50 долларов с меня сняли. А я теперь иду в свою халупу ночевать. Вот этот домик. Вот это мое белье, трусы, штаны. Я могу как-то обгреживать. Об этом чуть позже. Давай спать. Нужно отдохнуть. Вставайте. У нас впереди еще один напряженный день на границе. Сегодня вы будете иметь дело с водителями, которые привозят товары в страну. Пистолетик вот сюда, ножик сюда. Заезжайте. Давай, 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 вперед. Но он испугается или нет? Смотри-ка, побаи. Какого черта ты стоишь на дороге? Он мне говорит. Давай, давай, давай. Вот так вот он. Проезжай, проезжай. Вышел из тачки. С тачки вышел, говорю. У каждого перевозчика должна быть действительно опись грузов. Потребуйте у него нужный документ. Документики, пожалуйста. Ладно, стол уберу, а то они обидятся еще. Что у нас вообще тут на доске написано? Контрабандист. Наши службы подслушали телефонный разговор, благодаря которому мы получили контрабандную информацию о другом контрабандисте. Национальность республика Кагастам. То есть республика Кагастам. Нам нужен вот такой вот чувак. 19 апреля 1981 года Министерство транспорта меняет правила ввоза товара на территорию Аркистана. Вводится требование о наличии у водителя описи грузов. Любые несоответствия в документации должны привести к отказу в объезде. Все понятно. Все понятно. Итак, опись грузов есть? Есть. Мешок цемента 10 штук. Газовая плита. Пойдем посмотрим, что вам тут везет. Открываем. И давай ввести опись. Для этого мне нужно открыть планшет для учета груза. Возьмите его со стола. А, я еще его дочим... В секунду. В секунду. Это тоже было в прологе, в принципе. Ну ладно. Пройдем. Вспомним, каково это. Я уже подзабыл. Так, опись грузов достаем. Как мне это все записать? Цемент. Еще один цемент. Вот эта штука. Плита газовая. Тумбочка. Унитаз. Еще одна плита газовая. Это что такое? Детергенция. Хреново знать, что это такое. Сколько же ты тут дерьмища привез, слушай. Вот. Кажется так. А, вот. Еще вот эта вот цистерна какая-то. Слушай, биологическая. Отлично. Теперь сравните записи в планшете для учета груза и описи грузов. Давай проверим. Так. Смотри. Мешок цемента 10 из 10. Газовая плита 2 штуки. Моющие средства 1 штука. Есть такое. Унитаз 1 штука. Холодильник 2 штука. Есть такой. Биологически опасные вещества 1 штука. Вроде бы все в порядке, да? Вот так вот. Вот тебе штампинг. Давай теперь проваливай. Отлично. Ну все, прощай. Надеюсь, я все правильно сделал. Забыл тебе там закрыть сзади и сейчас повываливать. Чего? Неправильный досмотр. Минус сотня. Это водителю нужно развернуть. В смысле? У него же все правильно было. Какого лешего? А, погоди. Унитазов 3 штуки нужно. А у тебя 1. Ага. Ну все, значит ты не проезжаешь. Холодильник 2 штук. Ну дальше в принципе нет смысла смотреть. Все остальное у него в порядке. Но ты не проедешь, чувак. Поэтому, дружище, у тебя с описью беда. Возможно, ты канта-брадист. Поэтому ты не проедешь. Кстати, у меня водитель изменился. Вот это поворот. Ха. На самом деле монтаж. Это все дело в монтаже. Я был невнимательный. И тот водитель проехал. И меня штрафанули. Я не хотел, чтобы меня штрафовали. Поэтому я переиграл эту миссию. Такие дела. Вот. Схитрил. Ха-ха-ха. Рыжий лист. Давай дальше заряжай. Так. Чего, блин? Недействительный отчет о досмотре. Отметьте хотя бы одну ошибку в отчете. Да капец. Давай переиграем, а. Короче, вот что я забыл тогда сделать. Берем отчет о досмотре. И пишем, что у него опись грузов там косяк. Основания нужны. Основания в отказе. В прошлый раз я эту галочку не поставил. И меня штрафанули. Потому что документально я не обосновал причину отказа. Так что в этот раз ты точно не проедешь. И меня точно не штрафанут. Давай. Вали отсюда, усач. Все, все. Покеда. Меня ждут уже следующие водятлы. Зажать. Смотри, какой уазик разноцветный. Цветочечки. По-любому наркоту везет. Но кто на таком уазике будет ездить? Либо это детский какой-то, знаешь. Он детские товары перевозит. Сейчас проверим. Так. Еее. Идеальный досмотр. Ну, наконец-то. Наконец-то. А как и дучи-то. Сколько ворон. Иногда нужно выгружать товары для досмотра. Выберите планшет для учета груза, чтобы взаимодействовать с товаром по отдельности. Нажмите «Е», чтобы выгрузить товар. Окей. Берем планшет. И выгружаем, значит, вот эти ящики. Все выгружаем. Вообще все. Потому что тут не пройти. И все досконально не даст смотреть. Вот. Вот и все. Весь груз уже на столах. Теперь мы можем его пересчитать или поискать контрабанду. Что ты смотришь на меня? Документы дай сюда. Мне же нужно посмотреть, что там у тебя. Разрешено проводить, а что нельзя? И давай считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь еще семь. Семь семь. Это что такое? Ойл. А, это нефт. Нефт или топливо он везет. Здесь непонятно что. Тут у нас вот две штуки газовых плиты. Унитаз. Давай теперь поищем контрабанду. Опачки, кокаинома. Ха-ха-ха. Кока. Еще унитаз откроем. Подожди-ка. Какой злостный барандист этот. Бородача. Ай-яй-яй. Так, подожди. Если такие дела, то есть вероятность, что он еще и в тачке что-то проводит. Надо все досмотреть. Прям это. А ну вылезь из кресла давай. Посмотрю под твоей жопой. Нет, тут все пучком. Ничего нету. В кузове. Давай в кузове заглянем. Ага. Тогда нужно колеса еще проверить. Иногда в шинах прячут. Негодяи. Так. Вроде бы чисто. Вроде бы чисто, дедуля. Но в любом случае я тебя арестую. Потому что ты контрабанду провозишь. Так что отчет досмотра. Опись грузов. Короче, ты арестован. Не знаю, не та, подс. Он думал, что я ему откажу. А я его взял и арестовал. Сиди тут. Преступник арестован. Шикарно. Клетку закрыли. Видишь, тут еще охранника у нас нету. Надо его нанять, чтобы он охранял. А то они могут сбежать. Хотя с клетки навряд ли сбегут. Она же под замком. Так что ладно. Так, кокаинома надо вот сюда на склад занести. Кокаинома. Оп, оп, оп. Хорошо, что стволы купил. Ну, кстати, слушай, у меня два ствола. И получается две заряженных обоймы. Это очень круто. Фонарик вырубить надо. А то он бесит. Фиолетовая свеча. И... Что там он сказал дальше-то мне надо сделать-то? Очистить территорию, по-моему. Да? Вот этот хлам я. Слушай, дружище, мы смотри, как наварились. Топливо, две цистерны. На халяву будем кататься на тачке. Максимович, давай, убирай всю территорию. Какой ты шустрый. Досмотр завершен. 80 долларов получил. Что дальше? Еще сколько там машин? Еще две машины. Продолжаем досмотр. Ух ты, какая тачка, как роскошная у тебя. Пикапчик. Ну? Давай. Показывай свои документы. Давай, лучше с тачки еще вылези. Ты на мафиозника похож. Мафиозник. Документики. Открыв ротай. А в ротопай. Или что там? Типа, не забудь вернуть, говорит. Слушай, у меня такое вот чувство, что тут вот может быть что-то быть. Вот копается, как быть может быть. Но нет, пока все чисто. Пока все чисто. Бардачка здесь нету. Ладно, давай опись проведем. Тут всего-то ничего. А лучше вытащить это все барахло для осмотра. Вы только тратите мое время, говорит этот шашлайдер. Чисто. Чисто. Ну, вроде бы все. Ладно, я сейчас еще твои документики проверю. Замантамер. Номер паспорта. И срок действия. Срок действия паспорта. 5 июня все совпадает. Дата рождения. Ну, ему где-то 30 с чем-то лет. 28. Ну, почти был близок. Слушай, ну, вроде бы у него все в порядке. Нет смысла ему отказывать. Что, пропустим? Ну, я надеюсь, может, не подведи меня, что все у тебя ок. Необходимо вернуть груз в машину. О, мне еще погрузить нужно. Я думал, он сам это сделает. Максимов. Давай. Грузи. Загрузить груз обратно. Это будет вообще жопа, если я ему еще и груз загрузил обратно. Вы скажете, что плашарный контрабандистском пункте. Ну, в смысле, на гранд-посте. Давай, короче, это. Дуй отсюда. Въезд разрешен. Итак. Пора сваливать. Мне вот не нравится его лицо. Я знаешь, что забыл посмотреть? На его фото. Я фото забыл сравнить. Ёлки-палки. Ты хоть капот бы закрыл. О, молодчик. Держим палочки, кулачки, там, крестики, нолики. Хух, протащило. Хух, с облегчением. Надо в туалет сходить. Подожди, облегчится прямо. Там уже подпирает. Подпирает. Ча-ча-ча. Как толчок у Шрека. Это я уже в прологе говорил. С облегчением. Заезжай. Вот это сейчас досмотр будет. Смотри, какая здоровая туша. Ух. Ух, 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 ух. Тут можно много где спрятаться. А, корова. Корова. Слушай, они... Добрый день. Здорово. Выходи-ка с тачки. Слишком ты какой-то интеллигент. Передайте документы. Опа. Давай сверяться. Корова. А ее выгрузить можно? Да, кстати, ее выгрузить можно. Давай выгрузим. Максимов загрузишь по обратно на корову. На своих двух. Ну, слушай, тут вроде ничего не видно. Не знаю, корова. Че по документам у тебя? Три коровы. Надо тебя не пропустить. Слушай, дружище. Ты вернись в тачку. Я сейчас... Слушай, Максимов, а где ты... Куда ты делся-то? А вон он сыт там в углу. Максимов, я тебя потерял. Ты че, елки? Давай грузи корову обратно. Сейчас проверим. На месте. Закроем, чтобы корова не вывалилась. Но в любом случае я тебя не выпущу. Проезд запрещен. И вот он сейчас психанет, и походу... Что за денек? А я тебе капот открою. Вот так вот. День прошел успешно. Чего? А, я че... Блин, точно. Я в отчете галочку не поставил, что письгруза не соответствует. Ну, а меня и штрафанули на сотку. Ну, ладно. Че, бывает. Под конец дня глаза устали, затупил. Че уж, давай дорыхнуть. Обожаю утро. Готовы, товарищ? Сегодня я проверю, чему вы научились. Приступайте к работе. Заезжайте. Вперед, вот сюда вот. Проезжай. Давай, давай, давай. В прологе, кстати, еще помнишь, мы повреждения фиксировали на тачках? Ух, сколько у тебя тут всего. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, че? Выходи. Давай документы свои. У вас есть что-нибудь на продажу? О, прикинь, это торговец. Мелкая торговля. Некоторые приезжие захотят с вами торговать. В коммунистическом государстве предметы первой необходимости часто можно найти только на черном рынке. Мелкая торговля может стать для вас дополнительным заработком. Цена предмета в вашем инвентаре – это цена, которую вы заплатите за этот предмет. Перед продажей вы можете легко проверить, будет ли ваша сделка прибыльной. Ого, давай попробуем. Я как раз ствол продать хотел же. Че он тут? Водка, водка. Кстати, водку можно работникам типа отдавать, да? Туалетная бумага. О, пригодится, кстати. Че у него тут? Стиральный порошок, мешок картошки, пачка кофе. Видимо, стволы ему нельзя сбагрить. Он, видишь, покупает только вот эти вот предметы. Ну, давай ему пачку сигарет продадим. Вот. И больше как бы ничего не... Как бы логично, да? Он же не с оружием едет. Поэтому оружие ему продать невозможно. Его уж стопорнут. Я же сам его и стопорну на границе. Так. Отличная сделка, говорит. Ну, конечно, сделка. Отлично. Давай документы свои. Проверим срок действия. Да, 28 марта. А сейчас апрель, дружище. Ты как-то, это, запоздал. Давай сразу в отчете напишем, что срок действия. Она уже указалась автоматически. Это хорошо. Выгружаем все. Выгружаем, выгружаем. Слушай, поторговали с чуваком, мы не пустим его. Это как-то немного подло. Но бывает. Че сказать. Въезд запрещен. Дружище, давай проваливай. Это еще не корыть. Я приеду за тобой. Угроза не принимается, слышь. Вот так. Получил. По жопе дверью. Не смотри на меня. Понял? Проваливай, кричит мне. Я сейчас на тачку брошусь. Вот так вот. О, больно было. Убирайся с дороги, он мне кричит. Ну, вроде бы тут все ок. Следующий раз. Тут идеальный досмотр просто. Даже? Даже, даже. Да, идеальный досмотр. Это хорошо. Это шикарно. Свиней три штуки привезли. Две. Две штуки. Привет. Давай документы. Госномер еще надо проверить. QLN. Стоп. QLN. Походу-то это. Давай документики. Кажись, ты, 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 ты попался. Стой, 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 стой. Нет, только не это. Скорее садитесь в полицейскую машину и отправляйтесь в погоню. Черт потери. Вместо коров свиньи приехали. Так, врубаем сирену. Сирену. Поехали. Погоня, наконец-то. Именно после этой погони у нас закончился пролог. У нас перестрелка там была. Меня подстрелили и все, и конец. Но в этот раз мы сможем увидеть продолжение. Я поймаю этого засранца. Хорошо, что у меня пистолет есть с собой. Тихо, врезался. Вождение это явно не мое. Слушай, давай вот так вот сделаем. Ой, синее свечение прямо в глаза. Нет, лучше я от первого лица поеду. Я от первого лица поеду. Он пылит мне прямо в глаза. Ничего, догоню тебя. Как его останавливать будем? Куда это ты завернул? Он на лесопилку, скорее всего, едет. Как и в прошлый раз. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я сейчас ему наперекор, слушай, сделаю. Так, там дорога. Сейчас где-нибудь срезать. Опа! Беглец задержан. И Беглец погиб. Важный телефонный звонок. Вернитесь в офис на... Так, подожди, надо его осмотреть. Обыскать тело. Ничего у него нету? Ладно. Поехали. Важный телефонный звонок. Его нельзя пропустить. Да блин, заведите тачку. Let's go. Свиньи, просите. Я за вами потом приеду, если не забуду. Надо карту посмотреть, где он грохнулся. А, да тут недалеко совсем. Близко. Такой въехал прям на погранпост. Обычно тачку я всегда за шлагбаумом оставляю. Ничего. Да-да-да, я здесь уже. Алло. Товарищ, у нас пропала связь с оперативной группой сержанта Гаврилова. Они преследовали повстанцев кровавого кулака возле лесопилки. Дело срочное, так что вы поезжайте туда как можно быстрее. Вас будет сопровождать капитан Сорокин. А, ну вот, все, сейчас перестрелка будет, сто процентов. Сто процентов, погнали. Погнали. Тачку уже увезли, смотри. А шлагбаум не починили. А тачку починили. Лабаш целый. Ладно, погнали. А, стоп, подожди. Там, походу, стволы лежали, да? Надо их взять. Да, если что, у меня вон топор есть. Я топором. Да-да-да, кстати, несколько обоим. Ух, перестрелочка сейчас будет. Товарищ, почему ты не ведешь тачку, а? Сорокин, я думал, что ты поедешь. А я буду, типа, вылазить из тачки и стрелять по всем. А, черт, да что ж эти деревья, это понаставили тут везде, а? Надо лесорубов сюда позвать. А то мешаются эти деревья. Вот она и лесопилка. Здорово, парни. Что-то там происходит. Там мутки какие-то. Надеюсь, это будет начало подготовлено сотрудничества. Какие-то террористы. Там еще и полицейский. Надо же, сержант Каврилов спустился. Спутался с бандитами. Да, блин, я из тачки выйти не могу. Давай выбираться отсюда. Я должен лично доложить инспектору о происшествии. Стои. Ёлки-палки. А где мое здоровье? Мне кто-нибудь скажет? Может, меня отсюда лучше увиливать? Ой-ой-ой. Черт подери. С тех сторон. О, сзади с автоматом зашел. Вау. Вот это кишки и мясо кровь. Вообще жесть. Экшон, экшон. Надо было за тачку прятаться. Слушай. Похоже, за тачку. Можно переиграть. Респаун там сидит. А, по сюжету так и... Быстрее помоги мне. Кажется, он еще жив. Товарищ, не умирайте. Вы нужны Аркистану. По сюжету, короче, меня должны были замочить. Но одного террориста я мочканул. Повстанцы уверены в вашей гибели. Убегает с лесопилки. Через час обеспокоенный комиссар отправляет на место своего заместителя вместе с подкреплением. Рана на вашей голове оказалась поверхностной. К сожалению, товарищу Сорокину не так повезло. Ну, капец. Сорокин в мешке уехал, а я с бинтом на башке. Получено достижение. Обучение завершено. Поздравляем, вы уже готовы к самостоятельной работе. Правильно выполняйте свои обязанности, чтобы получить повышение. Более высокое звание увеличивает заработок и открывает доступ к новым функциям поста. С этого момента мы больше не будем поддерживать вас финансово. Задолженность объекта приведет к немедленному увольнению. Ммм. Ого, товарищ, я рад, что вы живы. Вам очень повезло. Еще бы. Похоже, вы готовы к службе. По приказу комиссара сегодняшнего дня я буду следить за вашими дальнейшими действиями. Ладно. Ну что ж, теперь я в свободном плавании. У нас полный доступ к этой игре. Если ты хочешь увидеть продолжение по ней, то не забудь подписаться, поставить лайк. И тогда мы вновь увидимся с тобой в этой игре. Так что до встречи. И до встречи на следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok